Добрый вечер в эфире Вести, Карачаево, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов смотрите в нашем выпуске. 600 тысяч цветов украсят республиканскую столицу в этом году. В каких районах Черкеска они появятся и какие сорта будут посажены в репортаж вестей. Мотивация в действии известные спортсмены проводят тренировки дома, а также передают спортивную стафету в социальных сетях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще раз призвал жителей, чтобы сохраняли режим самоизоляции. Уважаемые земляки, уважаемые жители Карачаево-Черкесской республики, к сожалению, в Карачаево-Черкесии зафиксированы первые два летальных случая среди больных с подтвержденным диагнозом коронавирус. Скончались люди старшего поколения, старше 65 лет, которые были госпитализированы в инфекционный госпиталь. Оба они были контактными с ранее заболевшими коронавирусом, которые вовремя не обратились. Госпитализированным пациентам была сразу оказана необходимая медицинская помощь. Но, к большому сожалению, из-за того, что их состояние было осложнено хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, они скончались. Выражая искренние слова соболезнования их родным и близким. Наши больницы, определенные для лечения коронавирусных больных, оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Наши врачи, средний медицинский персонал, врачи скорой помощи, сотрудники диагностических лабораторий, профессионально и грамотно оказывают медицинскую помощь людям. Хочу сказать им искренние слова благодарности и уважения за мужество и преданность профессии. Уважаемые земляки, сейчас я хочу обратиться к каждому из вас и к нашим уважаемым старшим и к молодежи, тем, кто считает, что коронавируса нет, и тем, кто легкомысленно относится к соблюдению мер повышенной готовности, которые введены не только в нашей республике, но и в целом в стране. Мы с вами все видим ежедневный рост количества подтвержденных диагнозом коронавируса. И рост значительный. Это объясняется тем, что мы развернули массовое тестирование всех контактных с заболевшими людьми, а также масштабной работой по установлению тех, кто прибыл в нашу республику из других регионов с неблагополучной эпидситуацией. На сегодняшний день, в сутки, по количеству проведенных тестирований на 100 тысяч населения, мы являемся одними из лидеров. Но помимо ранней диагностики, когда болезнь еще не проявила себя в полной мере, человек сразу попадает под медицинское наблюдение. Очень важно разорвать круг контактов. Анализируя случаи заболевания коронавируса, мы видим, что большинство из них – это семейные очаги. В некоторых случаях количество подтвержденных диагнозов вокруг одного человека достигает 30 человек. Это люди, которые были на свадьбе, на похоронах, на других семейных мероприятиях. То есть, на мой взгляд, безответственно отнеслись к режиму самоизоляции. Но режим самоизоляции – это фактически единственный способ прервать массовое инфицирование и уберечь себя и своих близких. Чем меньше контактов, тем меньше зараженных. По-человечески я понимаю, что сейчас всем непросто. Непросто оставаться дома, отказаться от привычного образа жизни. Но гораздо сложнее сейчас тем, кто болен, кто находится в тяжелом состоянии в госпитале. Очень трудно нашим врачам, которые работают в круглосуточном режиме, потому что ковидные больные нуждаются в ежеминутном наблюдении и уходе. Прошу вас отказаться от участия и от организации массовых семейных мероприятий. Поверьте, радость от того, что родилась новая семья, будет гораздо больше, если вы будете знать, что на вашей свадьбе или на мероприятии никто не заболел, и вы не подвергли опасности жизни родных вам и близких вам людей. Если вы почувствовали первые признаки вирусного недомогания, повышение температуры, озноб, слабость, не выходите из дома, сразу вызывайте врача скорой помощи и незамедлительно исключите любые контакты. Также необходимо строго соблюдать правила личной гигиены и дезинфекции помещений. Я прошу вас беречь себя и своих близких, беречь наших старших и соблюдать режим самоизоляции. Будьте здоровы! Также Рашид Тимреза в режиме видеоконференц-связи провел совещание с главами администрации городов и районов. Они доложили о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Во всех, без исключения муниципальных образованиях, уже есть случаи заражения коронавирусом. В лидерах сегодня Черкесск и Усть-Жигутинский район. Соблюдение режима самоизоляции, адресная работа с гражданами, о недопустимости участия и организации массовых мероприятий, постоянная дезинфекция мест массового пользования, выявление и подворовой обход всех, кто въехал в республику и контактных лиц. Круг первоочередных задач глав. По данным оперативного штаба в Крачево-Черкесии, сегодня на 10 часов утра подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 300 больных COVID-19. Из них пятеро выздоровели. Двое скончались. 103 человека госпитализированы получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей. Медики еще раз призывают соблюдать санэпид-режим. Пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя, берегите своих родственников, особенно своих родителей, бабушек, дедушек. Наиболее подвержены именно этот контингент – люди старого возраста, поскольку у них, кроме этой инфекции, еще есть очень много соматической патологии. Эпидемиологическую ситуацию в республике прокомментировал руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Крачево-Черкесии Хусей Батчаев. Заболеваемость на сегодняшний момент, если сравнивать ее на 100 тысяч населения с другими инфекциями, она мизерная. Но ввиду того, что это, и так и она и называется, новая коронавирусная инфекция, и у нее очень тяжелые последствия для людей, для людей старшего возраста, для людей с хроническими заболеваниями, вот даже те незначительные цифры мы воспринимаем как катастрофические. И это не только в нашей республике, это только если посмотреть онлайн-ресурсы оперативных штабов Российской Федерации, там видно, что примерно такая же напряженная ситуация во всей нашей стране. МЧС информирует. С 28 по 30 апреля местами в республике ожидаются заморозки. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-6 градусов, местами до трех мороза. Днем 11-16 выше нуля. В горах 2-7 тепла. В Черкесске временами дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов. Днем плюс 13, плюс 15 градусов. В северных и центральных районах ночью и утром заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 1 до 3 мороза. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, диван-деки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Продолжаем выпуск. Правильные соотношения отдельных частей, простота линий и контуров, цветовая гамма и эстетичность. Вы думаете, речь идет о полотне известного художника? Но нет. По всем правилам художественного мастерства оформлены цветочно-декоративные композиции, которые будут украшать республиканскую столицу до глубокой осени. О том, как зеленеют клумбы и цветники Черкеска, расскажет Фатима Даурова. Современные цветочные подиумы становятся настоящими произведениями искусства. А оформление клумбы зачастую удивляет своим внешним видом – строгой элегантностью или смесью всевозможных веселых оттенков. Красивые представители флоры в эти дни приживаются в подготовленной почве клумб. Но пока только в сквере, что находится на Одесском переулке. На территории города Черкеска начата высадка зеленых насаждений, цветов. Это силами МУП «Зеленстрой» начаты работы во всех скверах, парках, городских зонах. Посадка цветов разных пород и колеров. Работы ведутся поэтапно, так как у нас сейчас люди находятся на карантине, самоизоляции. Поэтому начаты с переулка Одесского, аллея Чернобыльцев, начаты поэтапно высадки цветочков. Потом начнем мы с посадки в центральном сквере, улица Первая Майская, и далее поэтапно пойдем в параллельно Зеленом острове. Другие клумбы и цветники в зонах отдыха Черкеска уже подготовлены к посадке. А зеленители ждут благоприятной температуры. Для некоторых сортов саженцев перепады между дневними и ночными показателями термометра пока еще нежелательны. В рамках озеленения в парке Зеленый остров собираются высадить 120 тысяч цветов. Площадь клумб столицы Карачаева-Черкесии составит 6 тысяч квадратных метров. На этой территории планируется высадить 600 тысяч единиц растения. И совсем скоро, буквально через 2-3 недели, скверы города Черкеска превратятся в яркие живые ковры из цветов. Фатима Дурова, Алибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Оставаться дома и быть физически активными. Спортсмены в период самоизоляции тренируются в домашних условиях. Известный рекордсмен, заместитель председателя общественного спортивного движения «Сильная Россия» Марат Узденов запустил спортивную стафету в соцсетях. В ней приняли участие многие известные люди. Подробнее о спортивной акции узнавал Алихан Лепшоков. Спорт – основа жизни. Несмотря на режим самоизоляции, спортсмены Карачаева и Черкесии не перестают быть активными, тренируясь в домашних условиях. Сегодня я также приму участие во всероссийской акции «Тренируйся дома». Известный рекордсмен, заместитель председателя общественного спортивного движения «Сильная Россия» Марат Узденов, находясь в режиме самоизоляции, продолжает активно заниматься спортом. Основная цель спортивной стафеты – призвать людей вести здоровый образ жизни, особенно спортсменов, которые не могут в полной мере вести общие тренировки в спортзалах. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня хочу присесть с этими бутылями 10 раз и передать эту стафету всем моим друзьям, знакомым, всей России и даже за границей. Чтобы все, кто сейчас сидит дома, не проводили время зря, хотя бы занимались спортом. Занимайтесь спортом, и все у вас будет хорошо. Не важно, какие упражнения делать, самое главное – не терять форму, убежден Марат. И данное свое обращение он загружает на свою страницу в Инстаграм. Ранее спортивную стафету от рекордсмена приняли не только известные спортсмены республики, но и со всей России. В их числе – летчик-герой России Дамир Юсупов, именитый российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. Они также показали пару упражнений и призвали заниматься дома спортом. Мы уже долгое время находились дома, и многие спортсмены уже начали терять свою форму. И я решил запустить такую стафету, чтобы мы занимались спортом, и спорт нас объединял. То есть эта стафета, нас многих, со всех точек России принимали мою стафету, и это нас объединяло. Мы еще больше и лучше относились друг к другу. Вот, и как бы моя идея удалась. После меня там пошли уже много других разных эстафет, там именитый спорт запустил, и разные эти федерации дзюдо запустила. Победитель первенства России по греко-римской борьбе Амар Мямхягов также принял участие в спортивной эстафете. Он подчеркнул, что такие мероприятия дают возможность не терять связь между спортсменами, будучи в самоизоляции. На данный момент, в связи с сегодняшними обстоятельствами, в домашних условиях, это как бы мотивирует друг другу передавать. И больше интереса дома не скучно бывает. Всем спортсменам хотел бы пожелать не расслабляться, продолжать так же тренироваться. Пусть не в полной мере, как бы это получилось в спортзалах, но, тем не менее, сейчас, я думаю, это лучший вариант. Мотивация в действии. После такой спортивной эстафеты многие начали свои индивидуальные тренировки в домашних условиях. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Черное море». Редактор субтитров А.Семкин